Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Многим из нас кажется, что история – это нечто, оставившее свой след на бумаге, на страницах учебников, документов, древних фолиантов. А ведь, по сути, все, что нас окружает – это история. И порой нам, живущим в сегодняшней молдавской столице, невдомек, сколько истории связаны с тем или иным ее уголком. Мы не задумываемся над тем, что день сегодняшний и завтра станет историей, одновременно результатом и продолжением того, что было много ранее. Ведь даже наша биография – это страница Великой книги человечества под названием «История». Об этом и поговорим с руководителем Русского историко-патриотического клуба Алексеем Петровичем. Здравствуйте! Добрый вечер! Алексей, вы занимаетесь благородным и довольно непростым делом. Восстанавливаете, возвращаете или восстанавливаете историческую справедливость в отношении тех людей, которые пали на нашей территории в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто освобождал территорию Республики Молдова от фашистских захватчиков. Почему именно это вас так захватило? В чем природа такого интереса? Пусть этот вопрос покажется немного им дилетантским, но тем не менее. Ведь сегодня, когда разговариваешь с людьми вашего поколения, как правило, не встречаешь людей, допустим, глубоко знающих историю, или, например, ощущающих необходимость знания этой истории, уж тем более заниматься. Вот именно, допустим, занимаясь поисковым делом, буквально восстанавливая по крупицам каждый день час жизни людей, тех, которые здесь погибли. Ну, ответ на самом деле на поверхности, потому что, ну, пожалуй, ни на одной из событий минувшего 20 века не было вылета столько грязи, сколько было вылета грязи на историю Великой Отечественной войны. В том числе и, к сожалению, в нашей стране. После распада Советского Союза эти события стали коренным образом пересматриваться, хлынула лавина просто какой-то невероятной лжи, фальши и грязи. И грязи в отношении кого? В отношении наших для старшего поколения отцов, для моего поколения дедов и для более младшего поколения прадедов. В отношении людей, которых мы лично знали, знаем, многие из них сегодня здравствуют и живы. И на наших глазах эту историю стали переписывать, что самое страшное — замазывать грязью. И в этом состоит причина того, что я и мои товарищи решили приложить свои усилия в деле защиты этой памяти, сохранения ее для будущих поколений и недопущения ее искажения. И в этом, в том числе, есть и личный момент, потому что моя семья непосредственно пострадала в годы Великой Отечественной войны. Мой дед принимал участие в Великой Отечественной войне. И если по-хорошему сказать, когда мы уже стали заниматься более широко и глубоко тем, чем занимаемся, в вековечении памяти, мы увидели картину незажившей раны. Вот уже 75 лет, через год будет после окончания Великой Отечественной войны, а раны этой войны до сих пор не зажиты. И поэтому и в этом состоит тоже наша задача. Каждое возвращенное имя, каждая завершенная история, каждое выявленное белое пятно этой истории, как вы сказали в самом начале передачи, это человеческие судьбы. И мы эти судьбы стараемся восстанавливать, возвращать родственникам имена их погибших предков и действительно восстанавливать историческую справедливость по отношению к тем, кто проливал свою кровь, отдавал свои жизни во имя нашего сегодняшнего, настоящего и будущего. Мне кажется, вот кому-то из ваших коллег принадлежит фраза «Великая Отечественная война не закончилась, пока не будет похоронен последний солдат той войны». И безвестно павший на полях сражений. И вот сегодня вы многим из них возвращаете имена. И практически ведя вот эту поисковую работу, и сегодня, спустя 75 лет, с тех кровопролитных боев находите следы этой войны. Как проходит сама работа, что удается найти, и как вообще удается восстановить имена людей, которым принадлежат эти Астаны? Ну, фраза, которую вы упомянули, ее приписывают генералиссимусу Александру Суворову, который действительно говорил о том, что война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. И это девиз не только наш, но и всех наших коллег-поисковиков из бывшего Советского Союза, на всем постсоветском пространстве. И это еще одна трагедия Великой Отечественной войны. Это люди, которые до сих пор, спустя 74 года, до сих пор не погребены должным образом. Многие из них так и значатся без вести пропавшими. И вот в этой связи я как раз взял с собой специально на передачу документы. В начале текущего года мы вели поисковые работы на пахотном поле в селе Раскоец Штефанводского района. Там происходили ожесточенные бои в апреле и мае 1944 года. Там же происходили события Яско-Кишиневской операции. И вот в один из поисковых выездов мы обнаружили останки троих воинов Красной армии. Двое, к сожалению, так и остались неизвестными, а третьего удалось опознать благодаря найденной при нем медали «За отвагу». Вот здесь изображение этой медали. Вот так она выглядела. На реверсе этой медали есть номер, благодаря которому мы смогли сделать запрос в Центральный архив Министерства обороны и выяснить, что медаль эта принадлежала красноармейцу, наводчику ручного пулемета 4-й стрелковой роты 1145-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии Михаилу Ефремовичу Скоблину, 1925-го года рождения. 19 лет было парню. Уроженец Томской области Тегульдетского района. Он ушел на войну в 1943 году, провоевал год и погиб здесь, освобождая нашу страну от фашизма. И вот что пишет архивный документ. Рядовой Скоблин был удостоен этой медали за отвагу за то, что в бою 23 августа 1944 года при отражении атаки противника на своем участке обороны не допустил ни одного немецкого солдата. Все прозаично, все просто. Казалось бы, никакого подвига здесь нет. Просто не допустил ни одного немецкого солдата, заплатив за это, по сути говоря, своей жизнью. С этой даты красноармеец Скоблин считается пропавшим без вести. И все 74 года у себя на родине он считался пропавшим без вести. Мы связались с нашими коллегами из Томска. И в течение двух месяцев они вели работы по поиску родственников. И обнаружили в Подмосковье племянницу красноармееца Скоблина, Татьяну Ивановну, которая выразила желание похоронить своего дядю на родине, там, откуда он ушел на фронт. И вот в канун Дня Победы, как раз вот эти майские праздники, поминовения, которые в нашей стране очень почитаются и отмечаются очень широко, поминальные дни, в эти дни мы готовим церемонию отправки останков героя Великой Отечественной войны, рядового Михаила Скоблина, на его родину. И вот одна история. История из миллионов. На фронтах Великой Отечественной войны погибло более 10 миллионов солдат и офицеров, те, кто носил только военную форму. Из них, статистика, конечно, разнится, но около двух миллионов считаются пропавшими без вести. То есть те, кто погиб в концлагерях, или вот как пулеметчик Скоблин погиб 75 лет. Сверху, над ним, сеяли пшеницу. Мы ели этот хлеб. И Михаил Ефремович Скоблин уже стал частью нашей земли, частью нашей Молдовы, за которую он заплатил свою жизнь, как и 60 тысяч солдат и офицеров, которые погибли, освобождая Молдову от фашизма в годы Великой Отечественной войны. И о таких историях, как я уже сказал, их миллионы. И мы ежегодно получаем, ну вот мы ведем не то чтобы статистику, но фиксируем обращение. В год мы получаем около 50-60 запросов из разных уголков мира, от родственников, от потомков тех, кто погиб здесь у нас в Молдавии в годы Великой Отечественной войны. Нам радостно осознавать, что большую часть, подавляющее большинство этих запросов мы можем удовлетворить и рассказать родственникам, где похороненных, дед, прадед, дядя, отец иногда. И люди приезжают сюда. Вот у нас буквально на днях должен приехать внук одного из погибших. Человек едет из Дагестана на могилу своего деда. И каждое имя, каждая история, она приближает нас к окончанию той войны, потому что война-то действительно еще не закончилась. И если говорить уже до конца откровенно и честно, то не закончится эта война никогда, потому что многие люди просто в ней навсегда растворились. И вот эта вот печальная формулировка, которую мы знаем еще с Первой мировой войны, неизвестный солдат. Что значит неизвестный солдат? Мы все рождаемся, получаем при рождении имя, фамилию. У нас есть семьи, у нас есть какие-то до этого предыдущие, какие-то у нас деды, прадеды у нас были. Какая-то история каждого человека есть. Мы продолжение какого-то рода. Да, и вдруг неизвестный солдат. А к большому сожалению, мы вынуждены констатировать, что вот, к примеру, мы за годы поисковой работы, за последние 10 лет, мы обнаружили, идентифицировали, перезахоронили с воинскими почестями более 500 солдат и офицеров Красной Армии. Из них большая часть — это неизвестные солдаты, имен которых мы, к сожалению, уже никогда не узнаем. И перед нами стоит задача, если не найти имя солдата, как нам повезло, на самом деле повезло, в случае с пулеметчиком Скоблиным, то хотя бы достойно этих солдат похоронить, отдать им последние воинские почести и похоронить их по православному обычаю. Ходят по этому поводу различные споры, нужно это, не нужно. Я считаю, что это нужно, как было сказано в знаменитом стихотворении «Реквием» Роберта Рождественского, это нужно не им, это нужно нам сегодняшним, чтобы мы еще раз вспомнили, еще раз задумались о том, что за события происходили с 1941 по 1945 год на нашей земле, что за люди в этих событиях принимали участие, и, как вы правильно сказали, чьими потомками мы являемся, и какие поколения мы продолжаем в нас, в наших детях и всех тех, кто будет после нас. В общем-то, даже принято говорить, знаете, такой генотип, генофонд – это носители генов, носители генов-героев. Это сегодня такая, может быть, литературная форма, выражение вот этой линии. Тем не менее, ведь ощущение того, что мы продолжатели дела победителей, оно, в общем-то, не просто окрыляет, оно создает в нас, рождает в нас уверенность в том, что выбор наших предков был правильным, и, соответственно, мы формируем свое сознание, воспитание, воспитание своих детей на традициях тех, которые были заложены, в общем-то, героями. Такой вопрос. Я понимаю, что это практически невозможно, тем не менее, удается хотя бы мыслительно создать такую реконструкцию последних минут жизни тех, кого вы находите? Почему невозможно? Это очень часто у нас случается, потому что случаи разные очень бывают. Мы находили солдат, которые в последнем броске замахивались гранатой, и его сражал осколок. Пулеметчик «Скоблин» был найден с автоматом и с противотанковым ружьем. В начале прошлого года мы нашли солдата, который склонился над котелком с кашей. С кашей еще в котелке сохранилось, сам котелок уже практически сгнил, а каша на дне сохранилась. Он ел кашу, осколок прилетел и убил его. Помню парня мы нашли на Кицканском плацдарме. Молодой парень перетягивал себе ногу телефонным кабелем. Нога была сильно разбита, шансов у него выжить не было, и он, видимо, в последнем своем движении, в последней агонии эту ногу пытался перетянуть кабелем, чтобы хоть как-то остановить кровь. И, конечно, это с одной стороны жутко, с другой стороны, когда на все это смотришь, осознаешь все это, переоцениваешь свою жизнь, переоцениваешь те события, которые вокруг тебя сегодня происходят, и по-другому начинаешь смотреть на мир. И понимаешь, какую дорогую цену заплатили люди за то, чтобы мы могли сегодня проснуться под мирным небом, могли сегодня увидеть своих детей, могли спокойно ходить по улицам, не ожидая того, что кто-то может нас расстрелять, уничтожить газовые камеры, сжечь крематории, просто потому, что может не понравиться наш цвет глаз, может не понравиться длина нашего носа, национальность, язык, или что-то еще. И за это была заплачена действительно очень дорогая цена, и очень часто бывает так, что мы можем восстановить вот эту последнюю картину, но единственное, что ты смотришь на этого парня, вот бежал он с этой гранатой, кто ты? Вот так хочется узнать, кто ты, найти имя его, восстановить, вернуть его родственникам, но, к сожалению, как вот у нас, ну не на то, чтобы на сленге, но как-то мы между собой говорим, что солдат или отзовется, как вот отозвался Скоблин, да, у него была вот эта медаль, может отозваться еще каким-то другим образом, он может написать на ложке свою фамилию, инициалы выбить, может нацарапать на котелке, при нем может оказаться еще какая-то личная вещь, которая скажет о его имени, а большая часть, к сожалению, не отзывается, и ежегодно, в канун Дня Победы, мы провожаем известных и неизвестных солдат в последний путь, со всеми воинскими почестями и по православному обычаю. Ну вот среди личных вещей попадается сохранившаяся переписка с близкими людьми, если сохраняется, так находятся такие, ну вот, исторические, скажем так сказать, артефакты или раритеты, вот что удается прочитать? Ну, к сожалению, бумага практически не сохраняется, хотя вот последние несколько поисковых выездов у нас были очень интересные, кусок газеты, сохранившийся, да, и мы его смогли прочитать, но бумага моментально практически рассыпается в руках, фраза такая, немецкие разбойники и их румынские пособники, да, сегодня мало говорится о том, что вместе с фашистской Германией против нас воевала еще и королевская Румыния, и непосредственно на нашей территории оккупационную власть осуществляла прежде всего румынская администрация, и сегодня об этом пытаются говорить либо вскользь, либо вообще стараются не упоминать, да, я, например, против того, когда говорят, что фашистские захватчики, да, у нас есть конкретно, мы знаем, кто были эти захватчики, это были немецко-румынские захватчики, и эта формулировка, она историческая, она никого не должна... как раз здесь с именами полегче получается. Да, да, она не должна никого обижать, тем более современных немцев или румын, просто все должны знать, как это было, да, есть, где-то воевали итальянцы, где-то воевали венгры, где-то воевали другие, скажем так, союзники фашистской Германии, но конкретно здесь у нас воевали немцы и румыны, и мы должны об этом прямо говорить. Очень интересный момент, в селе Гуробыкулый мы работали, обнаружили останки четырех солдат, при одном из них была газета на украинском языке. Тоже мы смогли ее прочитать, только небольшой кусочек, знаменитое стихотворение «Заповит» Тараса Шевченко, знаменитые строки, «Якумруто поховает» и на Украине мыли, видимо, солдат был с Украины призван, и такое стихотворение, где известный украинский поэт Тарас Шевченко просит его похоронить на родине, и действительно, тоже, когда мы стали стихотворение читать, как бы, сердце защемило, потому что ты понимаешь, что вот это стихотворение солдат хранил, он понимал, что может погибнуть, и погиб, но, как и все, наверное, хотел вернуться домой. Ну, а из личных вещей, что еще? Солдатский обиход, что мог при себе иметь солдат-пехотинец? Он шел в бой, ему нужно было нести с собой оружие, поэтому это котелок, это ложка, это бритвенные наборы, различного рода самодельные зажигалки, расчески, остатки карандашей, может быть, пишущих ручек, но очень редко встречаются, то есть, предметы, которые плохо сохраняются в земле, и могут, конечно, о своем владельце рассказать, я помню, мы одна же нашли солдата, у которого было две расчески, одна большая для волос, а вторая маленькая для усов, то есть, одеколон при нем был, то есть, видно, парень был такой франт, ну, правда, и сражался до последнего, потому что был найден практически по колено в пулеметных гильзах, но, опять же, это вещи, которые про имя не скажут, и, конечно, они имеют для нас определенную ценность историческую, которую мы, во-первых, мы идентифицируем солдата, потому что, когда мы его находим, необходимо определить, какой из армий он принадлежал, к Красной армии, или к немецкой, или румынской, и, безусловно, это остатки обмундирования, это пуговицы, это личные вещи, они говорят нам о том, что солдат наш, или солдат вражеской армии, ну, а потом уже, конечно, внимание личным вещам, которые смогут нам подсказать имя, и данные о погибшем воине. Вот, предвосхитили мой следующий вопрос, находили ли вы останки воинов, которые сражались вот в немецких, и румынских войсках, и что делали, как поступали? Мы работаем в тесном взаимодействии с общественной организацией Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями, она имеет свое представительство здесь, в республике Молдова. Мы работаем в очень тесном контакте, если они находят солдат Красной Армии, они передают их нам, если мы находим немецких военнослужащих, мы передаем их немецкой стороне. Эти останки ежегодно передают земле на воинском кладбище, на улице Дойна в Кишиневе, на окраине кладбище Святого Лазаря, есть участок для воинских захоронений немецких военнослужащих. Таким же образом мы поступаем и с румынскими военнослужащими, которых тоже немецкая сторона уже дальше передает, ну, как это звучит, но своим бывшим союзникам передает солдат, потому что был спор по этому поводу, и мы даже как-то вот в этой студии мы беседовали на этот счет. Вот те румынские солдаты, которые погибали здесь, на территории Молдавии, это были солдаты-захватчики. И нужно это понимать. Румынские солдаты, погибшие на территории Европы, их погибла, например, очень известная история Зиеловские высоты, да, перед Берлином, где мы потеряли очень много солдат и офицеров, румынская армия потеряла. Эти солдаты погибли, как борцы с фашизмом. Им стоят памятники, фамилии увековечены, и люди склоняют головы в память о борцах с фашизмом. Но те румынские солдаты, которые похоронены, погибли здесь у нас, в Молдавии, это солдаты-захватчики. И сегодня, когда... Я не то, что не против, я только за, чтобы люди сохраняли память. И когда сегодня ремонтируется кладбище румынских солдат, у нас в Молдовии, румынское правительство это делает, это очень похвально, это очень достойно. И я действительно преклоняюсь перед ними за то, что они сохраняют память своих предков. Но когда на этих памятниках пишут румынские герои, я всегда хочу задать вопрос. Герои чего? Вы-то поймите, что... В чем героизм? Да, что воевали они здесь 22 июня 41 года по август 1944 года. На чьей стороне? Мы знаем на чьей стороне. Мы знаем про 18,5 тысяч расстрелянных под дубосарами. Мы знаем про эту страшную дорогу смерти в так называемую Транснистрию, где были созданы концлагеря и гетто. Наше Кишиневское гетто, печально известное. Мы все эти истории знаем и помним. И поэтому вот эта перепрошивка нашего сознания, она в какой-то степени обречена на неудачу, потому что называть людей, которые пришли сюда с оружием в руках, сегодня пытаются представить, что они пришли нас освобождать от большевизма. Но никто их не звал освобождать никого от большевизма. Они пришли с оружием в руках и творили очень страшные вещи. Многие из этих историй до сих пор не изучены, до сих пор не то чтобы засекречены, но ими мало интересуются, потому что понимают, что такие истории сегодня будут, скажем так, ну, не очень популярны среди в той обстановке, которая сегодня в нашей стране существует. Ну вот вы, наверное, обратили внимание, что с усилением вот этой информационной войны, которая сегодня ведется в мире, ну, к примеру, Российская Федерация, на территории, которая хранится большинство архивов, касающихся Великой Отечественной войны, стала понемногу публиковать материалы, касающиеся украинской повстанческой армии, ее деятельности на территории оккупированной советской, на территории оккупированной немцами и их союзниками, да, что там происходило, про польские коллаборационистские подразделения сейчас стали, эти же информации, она же была и раньше, она в архивах была, но ее старались не выносить, потому что все хотели мира, братства и единения. Да, они хотели не обижать тех, кто вы считали братьев. А история эта имела место быть, и люди про это помнят, люди про это знают, поэтому вот что касается момента технического, то есть эксгумации, подъема останков из земли, то я абсолютно откровенно говорю, что к останкам и наших солдат, и немецких солдат, и румынских солдат у нас отношения ко всем одинаковые. Мы всех одинаково поднимаем, мы всех одинаково описываем, то есть технологии везде одинаковые. Но я должен тоже откровенно сказать это, прежде всего от себя, я не могу говорить за всех, но от себя могу сказать, что, конечно, когда ты поднимаешь останки нашего солдата, ну здесь чувство особенное, да, а когда ты склоняешься над останками погибшего солдата вражеской армии, тоже понимаешь, что у него тоже была семья, и мы не знаем, по доброй воле он ушел на фронт, был он заядлым, закоренелым фашистом, или не хотел воевать, я хотел поскорее вернуться домой, но ты понимаешь, что здесь он оказался не по адресу, и если бы не вот эта вот страшная война, может быть, и он жил бы у себя где-нибудь в Германии, и наш солдат остался бы жив. Но история сложилась таким образом, что многие погибли как завоеватели, и навсегда останутся завоевателями, навсегда будут нести клеймо преступников и тех, кто напал, другие погибли как герои, как победители, как освободители, и такими в истории останутся. Ну, я вот понимаю, что, занимаясь поисковым делом, вы практически ощущаете дыхание истории вот с 70 более чем, ну, или почти вековой давности, с 75-летней давности, то есть вы буквально как бы стираете эту грань, которая разделяет нас сегодня, живущих, вот эти 75 лет, отделяют нас и от тех событий, от последнего дня жизни этих героев, и как бы понимаете, насколько это все осязаемо, насколько это все, ну, вот, правдиво и близко. В то же время, сегодня, мне кажется, ну, я уверен, что, например, листали учебники истории, современные учебники истории, которые сегодня у нас, на партах у наших школьников, и видите, как здесь, наверное, сделано все возможное для того, чтобы эти 75 лет как можно еще дальше отдалить от современных, от наших с вами современников, чтобы не было понимания, ну, вот, близости этой трагедии, не было понимания глубины, вот той, будем говорить, пропасти, которая разделила народы, которая, в общем-то, столкнула их затем в противостоянии быть или не быть практически человечеству в том виде, в котором мы сегодня существуем. Ведь благодаря победе советских войск, советского народа, Европа сегодня живет так, как она умеет, как она сегодня процветает. Благодаря этой победе миллионы людей продолжает жить, как вы говорили, под мирным небом. Но, вот, поисковый труд, поисковая работа позволяет ощутить близость этой истории. Сегодняшний учебник истории, который в молдавских школах находится, да и не только в молдавских, по большому счету, ведь наверняка еще, знаете, вот этот скандал в российских медиа, когда одна из актрис там пыталась пошутить по поводу судьбы генерала Карбышева, что, в общем-то, не делает чести. Наверное, больше всего именно российскому образованию, потому что, как раз, если попытаться, ну, посчитать, какие годы она получала образование, изучала историю, это как раз вот 90-е годы, когда уже внедрялась система баллонского образования, баллонская система, где, в общем-то, совершенно иначе ставились акценты, задачи стояли перед учителями несколько иные. Я даже провел у себя здесь, в наших стенах, такой маленький мини-опрос, спросил, кто такой генерал Власов и кто такой генерал Карбышев. Я вам хочу сказать, что практически кто такой генерал Карбышев не знал никто, а про генерала Власова из учебника в истории знали. Я понимаю, что это делается для того, чтобы, да, там осуждают человек, так сказать, целая армия перешел на сторону противника, на сторону фашистов, но ведь знание какого-то поступка, видимо, заставляет нас в силу человеческой психологии уже принимать это как данность, ну, это возможно. А когда не говорят о подвиге, практически, ну, вот, я, насколько знаю, Карбышев и Власов были знакомы друг с другом, где-то они понимали, то есть это были два сопоставимых, две, ну, в тот момент сопоставимые личности, но одного, и каждый стоял перед выбором, и Карбышев выбрал защиту своей родины, то есть он отстоял свое право не предавать, за что был, в общем-то, и, не знаю, принял мученическую смерть, был облит ледяной водой, таким образом замерз, на глазах своих подчиненных, а потом они были расстреляны. То есть это говорит о том, что сегодня, мне кажется, такой, знаете, ну, не то, чтобы запрос, а наказ, наверное, людей, которые формируют сознание сегодняшних современников, заказ на то, чтобы как можно дальше отодвинуть эти события, а затем вообще стереть. И к чему это может привести, на ваш взгляд, зачем это делается? Ну, мы вот с этого начали нашу передачу, да, делается это с одной простой целью. Во-первых, стереть из памяти те героические события. Не нужно людям иметь в своей, в своих хромосомах генпобедителей. Не нужно этого. Человек должен быть стадом. Он не должен размышлять, не должен вспоминать тех событий, которые происходили. Он не должен гордиться своими предками. У меня был, беседа была с одним человеком, который у нас в стране пишет книги о военной истории. Он там даже какую-то ученую степень имеет. Тоже бывает на передачах, только на других телеканалах. И очень подробно там рассказывают разные военные истории. Многократно мы ловили его уже на фальсификации, лжи. У меня с ним был личный разговор. Он спрашивал меня, я говорю, слушайте, а что вы со своей победой от этой носитесь? Ну, погибло столько людей. Зачем вы эти флаги? Зачем вы все это вот салюты эти все? Вот в Москве там вообще парад какой-то там танки, еще чего-то. Для чего все это нужно? Это должен быть день скорби, день если хотите поминовения. Давайте будем ставить кресты. И не нужно этих величественных памятников, не нужно возвеличивать войну. Ну, я попытался, конечно, ему объяснить, что пусть день скорби отмечают те, кто эту войну проиграл. А мы эту войну, мы, наши предки, эту войну выиграли ценой невероятных усилий и жертв. и спустя 75 лет об этом прекрасно помним. И все эти попытки переписать историю, в том числе и благодаря нашим усилиям, и таких, как мы, по всем странам бывшего Советского Союза, они обречены на неудачу, по крайней мере, еще на 75 лет вперед. И вот передача наша называется «Городская среда». Я расскажу про печальные, скажем так, следы, вымарывание из народной памяти следов Великой Отечественной войны непосредственно в нашем городе, в Кишиневе. Мы потеряли арку победы с именами героев Советского Союза, уроженцев нашего края. Там был приказ Верховного главнокомандующего об освобождении Кишинева. Разбито было все, до сих пор не восстановлено. На углу улиц Пушкина и Штефан-Челмаре, нынешних, современных, стоял огромный бронзовый барельеф, посвященный воинам Красной Армии, освободившим город Кишинев. Был демонтирован в 90-е годы, до сих пор не поставлен на место. Там какой-то стыдливый плакат какого-то коммерческого банка. Сама ниша пустая. И я вот уже веду разговоры, переговоры с муниципальными советниками в поисках этого барельефа, куда он делся. То есть его демонтировали, должен где-то находиться. И все-таки, может быть, в год 75-летия освобождения Кишинева вернуть на место. Этот памятник открывали, у нас есть фотографии, этот памятник открывали ветераны Великой Отечественной войны. Люди без рук, без ног, инвалиды с наградами. Этот памятник открывали, которые проливали свою кровь, и кто-то взял и его снял. Без всякого на то спроса, разрешения, референдума, еще чего-то. Просто снял в годы, когда всем было не до этого. Бери побольше, кидай подальше и беги быстрее. Мы потеряли практически все улицы. Все улицы, которые носили имена героев Великой Отечественной войны. Причем имеющих непосредственное отношение к нашему краю. Нет улицы Малиновского, нет улицы Толбухина, нет, вот сейчас только вернули недавно улицу Бельского, но не ту, которая была улица Бельского, которая строилась как улица Бельского, а переименовали ее, маленькую улочку переименовали в другом вообще районе города. Маленькая улочка есть Маринеска, маленькая есть улочка Маринеска, нет улицы Покрышкина, нет улицы Карманова, героя Советского Союза, который погиб в небе над Кишиневым на третий день войны. Эти улицы... Улицы Берзарина, они сейчас... Улицы Берзарина, они существуют. А это первый комендант Берлина? Совершенно верно, командующий 5-й ударной армии, которая освобождала город Кишинев и Молдавию освобождала. Этих улиц сегодня на нашей карте нет. Мы потеряли в ходе реконструкции воинского мемориала «Вечность» мы потеряли красные звезды на постаментах, на могильных памятниках. И мы потеряли самые страшные фотографии воинов, которые там были увековечены. То есть, одно дело, когда я до сих пор не знаю, как это произошло, кто эти работы выполнял, и вряд ли мы уже, наверное, это узнаем, но это такой акт кощунства и вандализма, причем узаконенного вандализма. Когда ты подходил в памятник, увидел там фотографию человека в военной форме, ты по-другому на это все смотрел. Сейчас они стоят, все одинаковые, белые, без красных звезд и без фотографий. А на многих из них были фотографии. У нас есть архивные снимки, где видны фотографии погибших воинов на Кишиневском мемориале «Вечность». Это все мы потеряли. И сегодня как мы будем рассказывать нашим детям о том, что происходило в нашем городе. Безусловно, я в этом плане, опять же, преклоняюсь перед нашей еврейской общиной, которые смогли увековечить два страшных места, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне. Это место расстрела лиц еврейской национальности на улице Аргеевской и памятник жертвам Кишиневского гетто. Да, сегодня эти памятники стоят, они благоустроены, про них знают люди, и там проводятся различные памятные мероприятия. А вот то, что касается Великой Отечественной войны, очень большой кусок мы потеряли, и, к сожалению, уже безвозвратно. И поэтому надо хотя бы попытаться сохранить то, что сегодня есть. И в этой связи очень отрадно слышать заявления и президента Республики Молдова о том, что в текущем году и в будущем году будут приведены в порядок и воинский мемориал Вечность, и памятник освободителям Кишинева, и многие другие военно-исторические объекты, связанные с историей Великой Отечественной войны. И еще один момент скажу тоже, вы тоже наверняка о нем знаете. Мы потеряли выставку военной техники, которая была возле мемориала Вечность. Она была перенесена к Центру военной истории и культуры, но любой желающий сегодня может прийти посмотреть, в каком печальном состоянии находится сегодня некогда славная техника. И для чего это было сделано, мне до сих пор непонятно. Сегодня на том месте, где стояла эта выставка военной техники, которую я облазил мальчишкой, школьникам младших классов, я все это уже видел. И таких, как я, там были массы 9 мая и другие праздники. Сегодня там, прощите, по отличке не бывает детей. Техника это покрыта пылью, какие-то обломанные поясняющие таблички на двух языках, на английском, на английском. Техника, советская техника, которая делалась руками детей, подростков и женщин на Урале. Сегодня поясняющие таблички здесь у нас в Молдове сделаны на государственном языке и на английском. Я думаю, здесь есть определенный троллинг для воинов НАТО. Может быть, да, может быть. Пускай читают. Может быть, да, но жаль, конечно, что нет еще варианта на русском языке, потому что я как-то задал вопрос, говорю, а где эта техника делалась? На Урале? А Урал географически относится к какой стране? Ну, вопрос остался без ответа. Поэтому в этой связи, конечно, много еще предстоит сделать. Я вот не случайно принес с собой тоже вот такой вот документ. Это эскиз реконструкции воинского мемориала в одном из населенных пунктов. Это село Жеврены, Креулянского района. Этот памятник мы планируем восстановить в текущем году, если будет оказана соответствующая помощь. В чем интересный момент, который я хотел бы рассказать. Еще одна незаконченная со времен Великой Отечественной войны история. Вы наверняка бывали и видели, представляете себе, как выглядят воинские захоронения. Это, как правило, памятник и списки тех солдат и офицеров, которые здесь погребены. Списки эти составлялись сразу после войны, составлялись военкоматами. Никто их не проверял. Все послевоенные 74 года. И туда закрывалось огромное количество ошибок. Многие солдаты так и не были увековечены. И сейчас мы, благодаря открывшимся документам из архива Министерства обороны, у нас сегодня есть все шансы наконец-то восстановить историческую справедливость по отношению к этим воинам. И вот село Жеврины, как раз, где мы планируем эту реконструкцию, будет одним из первых населенных пунктов нашей страны, где будет полностью восстановлен полный список захороненных. Ну, буквально через несколько недель в селе Гуробыкулы Ново-Оненского района будет открываться памятник погибшим воинам-освободителям. Первоначально там на плитах были указаны имена 525 погибших солдат-офицеров. После трех месяцев работы моего коллеги Василия Синьковского, командира поискового отряда «Август», он четыре месяца работал в электронном архиве Министерства обороны, список увеличился, и теперь там будет увековечены имена 1398 солдат-офицеров. И представляете, какой разрыв и сколько людей так и остались неизвестными, так и остались неувековеченными. И это огромный пласт работы, которую нам еще предстоит сделать. И этой работы хватит еще нашим детям и внукам, и поэтому нам нужно все это максимально передать и сохранить то, что осталось, потому что, повторюсь, многое мы уже потеряли, к сожалению, безвозвратно. Алексей, существует какая-то статистика, сколько памятников павшим воинам, памятников воинской славы, сколько воинских захоронений находится всего на территории Республики Молдова? Согласно реестру Министерства культуры Республики Молдова, у нас таких военно-исторических объектов, я имею в виду и воинских захоронений, и памятных знаков в честь погибших односельчан, и других объектов, связанных с историей Великой Отечественной войны, более 2,5 тысяч по стране. Сейчас ведется переучет всех этих военно-исторических объектов, специально созданная структура в рамках Министерства обороны, Национальное бюро военной памяти, так оно называется в переводе на русский язык. Эта структура будет заниматься переучетом всех этих военно-исторических объектов, для того, чтобы создать новый реестр, который будет охраняться и памятники эти будут сохраняться в рамках программы по сохранению военно-исторического наследия. Пока, к сожалению, эта работа еще даже не начата, и многие тоже памятники сегодня нуждаются в самой скорейшей реставрации и хотя бы в каком-то сохранении, потому что многие объекты мы тоже потеряли, ввиду того, что они просто разрушились, и органы местной власти, ввиду отсутствия средств, ввиду отсутствия желания, по каким-то, может быть, даже политическим мотивам, эти памятники демонтировали, эти памятники некачественным образом отремонтировали, так что сейчас невозможно узнать, как он выглядел изначально, и это наша история, это, если мы говорим непосредственно про военную историю, это одно, если мы говорим про, допустим, историю той же скульптуры, да, военная скульптура, это вообще отдельная тема для разговора, а ее мы тоже постепенно теряем, и это в том числе, в том числе и наша задача для того, чтобы это все максимальным образом сохранить. Ну и смотрите, эти павшие воины оставили свой след в сегодняшнем дне, это свобода, это солнце на дне, в небе, над нашими головами, а вот то, пример таких вот чиновников, которые, ну или, как говорится, по политическим мотивам нежелания, нерадивости позволили исчезнуть памятникам, мне кажется, это, это так, не то чтобы недальновидно, наверное, это отсутствие, если не образованности, то совестности, потому что в данном случае это такое пренебрежение, это, это тоже ведь след в истории, это его след, уже личный след в этой истории, как ни назови этот поступок. Вы что сказали об этом, Власов тоже в истории остался, и остался предателем, но опять же, мне очень понравилась ваша мысль, что, и это нам сегодня преподается, как возможно, это возможно, и если ты это сделаешь, тебе практически ничего за это не будет, хотя, правда, генерала Власова, правда, повесили за предательство, да, тебя сегодня за предательство народной памяти, ну, могут пожурить, а могут и похвалить, смотря в зависимости от того, почему указание кто-то эту, скажем так, акцию, проводил в жизнь, да, и, это возможно, тебя никто не будет сильно там ругать, если ты снесешь памятник, перенесешь его, якобы, ну, сейчас мы ведем историю, один из военно-исторических объектов, рядом с ним открывается магазин, и органы местной власти решили территорию перед памятником отдать магазину под парковку, все бы ничего, я бы все понял бы, кроме одного, здесь на этом памятнике увековечены имена ваших односельчан, ваших дедов и прадедов, ваши фамилии в этом селе, фамилии, как во всех селах повторяются там, Ивановы, Петровы, Сидоровы, то есть как бы семьями люди как жили, так и уходили на фронт, эти фамилии сегодня в селе живут, фамилии людей, которые это место продали под парковку, их предки тоже указаны на этом памятнике, как же вам несовестно, вы своих родных дедов и прадедов предаете, вот в чем трагедия сегодняшнего дня. В моей практике, в моей биографии журналиста был такой случай, я неоднократно бывал в селе Молдовка, которое находится буквально рядом с Сочи, южный столицерис Российской Федерации, как сегодня говорят, аэропорт Сочи находится в пригороде Адлер, и вот когда выезжаешь из аэропорта, налево Сочи, направо село Молдовка, и, ну, рабочий день, пока я искал тех, кого хотел проинтервьюировать, для того, чтобы узнать, есть ли у меня молдавские корни, осенила мысль, я побывал на кладбище. Я понял, сколько наших соотечественников проживало в этом селе, и как память охраняется практически. Ведь фамилии, сами себя говорят, там лежат люди, которые носили фамилию Спыну, Раэлян, Бордеян. Это никак не русские фамилии, это наши молдавские фамилии. И вот прекрасное место с видом на аэропорт, самолет часто прилетающего российского президента, вот как раз лежат наши бывшие сограждане, те, кто приехал в свое время работать, осваивать эту территорию Северного Кавказа еще в 19 веке. Но вот память о них сохранилась, сохранилась в самом названии Селеного пункта, в корнях и судьбах людей, которые там живут, и это было приятно. Последний вопрос. Мы сегодня живем в период, когда будем отмечать 75-летие освобождения Республики Молдова от фашистско-румынских захватчиков. И я знаю, что проводится, и мы стараемся как можно чаще освещать мероприятия, связанные с этим событием. Наши журналисты ездят по городам по тем датам, так сказать, синхронно, рассказывая, как происходили эти события, и как сегодняшние граждане Молдовы отмечают эти дни. Я знаю, что у вас была встреча и с президентом Республики Молдовы, вырабатывался план мероприятия. Вот если можно, здесь тоже, ну, как бы, нам рассказать поподробнее, что нам ждать, что будет в память об этой дате, будет сделано, и, наверное, еще 9 мая с вами тоже вспомнил. Да, глазами вашего телеканала многие телезрители видели мероприятия, которые прошли по северу Республики, 75-летие освобождения, которого мы уже отметили в ближайшие, прошедшие две недели, это Бричаны, это Лепканы, это Охницы, Бельцы. Такой же марш памяти будет проходить по всем городам, которые освобождала Красная Армия весной и летом 1944 года. И, безусловно, кульминацией событий станет 24 августа, день освобождения столицы Молдавии, города Кишинева, планируется большой марш, марш освобождения, и другие мероприятия, связанные с празднованием. Ну, безусловно, про День Победы, День Победы праздник со слезами на глазах, поэтому мы планируем как праздничные, так и торжественные, траурные мероприятия, такие, вот как через две недели, 13 апреля на Шерпенском плацдарме, в мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм пройдет церемония захоронения останков советских воинов, которые были обнаружены в ходе поисковых экспедиций. Мы об этом сегодня уже тоже говорили. Мы продолжаем наш цикл поездок, автобусных экскурсий по местам боевой славы, дороги Победы. Мы вот буквально в грядущие выходные мы везем детишек из Кишиневских лицеев на места боев в Дубусарском и Кривулянском районе. И 9 мая, в День Победы, мы также планируем провести традиционный, уже привычный для жителей нашей страны марш Победы и акцию Бессмертный полк, в рамках которой все пришедшие участники смогут пронести портреты своих предков, участников Великой Отечественной войны по центральным улицам городов Молдовы и Кишинева и принять участие во всех торжественных мероприятиях, которые будут происходить в этот день, в канун этого дня на всей территории нашей республики. Ну и мы-то, наши общественные организации ведут свою работу на протяжении всего года, поэтому мы, безусловно, не будем ограничиваться только праздничными датами, а будем продолжать и поисковую работу, которую мы сегодня посвятили довольно много, и работу по патриотическому воспитанию молодежи. Мы сейчас готовим выставку под названием «Мир спас советских солдат», которая будет посвящена подвигу советского солдата, освободителя Европы от фашизма и многие другие мероприятия в этом отношении. Алексей, благодарим Вас и Ваших коллег за благородное дело, которым Вы заняты, и дело хранения памяти. Желаем Вам успеха, желаем Вам сил в этом непростом деле, и, в общем-то, увидеть то время, когда никто никогда даже не попытается судить павших в Великой Отечественной за этот подвиг. Никогда не попытается, наверное, больше переписывать эту историю. Спасибо Вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был руководитель русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович. Оставайтесь с нами, мы работаем для Вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова